Что вы хотите, чтобы я вам рассказал? Ну, по заказу. Восприятие реальности. Еще? Еще? Как пойти через Максом сейчас? Еще? Од. Важность работы в семье. Как правило, вы можете сделать внутреннюю работу в Министерии? Как это застрадит ворота? Важность работы в семье. Сколько здесь семейных есть? Камы есть по баллим, мешпахот? Нет, ну, что двое находятся у нас. Ну, видите, значит, не отпадает. А, скинеры, что это не будет. Нет, восприятие реальности вы сейчас настроены слишком весело. Ну, это серьезно. Давайте вопрос ответ. Только короткие. Я готов. Я готов. Пожалуйста. 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 Рав, the topic of this congresso is together. Носер для конгресса, он въехал. Всегда. Рав, тема этого конгресса, оно является вместе. Вместе навсегда. Как мы приходим к этому крику, к Творцу, к этому вместе. Вот представьте себе, что мы находимся на самом деле, и так говорят физики, что мы находимся на самом деле совсем другой реальности, в которой совершенно все протекает по иным законам. законы. Законы другого мира, которые находятся выше скорости света. Пространство в нем совершенно по-другому воспринимается. Пространство в нем совершенно по-другому воспринимается. Наблюдаем. Это если мы движемся с нормальной скоростью. А если мы начинаем приближаться к скорости света и движемся, то пространство становится искривленным. И мы начинаем видеть картинку со всех сторон. Пропадает время. Пропадает место. Исчезает перемещение. Все становится одним. Одновременным. Круглым. Нет впереди, сзади, сбоку, справа, слева. А все становится совершенно одним. Одним единым. И с этим мы встречаемся уже сегодня в физике. В физике больших скоростей. Это по Эйнштейну выведено и проверено уже на опытах. Так вот, мы находимся на самом деле с вами в таком пространстве. А наш эгоизм, который сидит в нас, он это пространство растягивает. Он его замедляет. И вот это замедление пространства ощущается нами, как вот этот наш мир. И вместо желаний мы видим тела. И вместо отсутствия событий. Просто все в одном. И поэтому совершенство, вечность. Мы видим растяжку событий. Движение их. Так вот, приближаясь к свойству света духовного, мы видим совершенно иное пространство. Одно целое, одно единое целое. В нем находимся мы, как одно единое желание. И на самом деле только это на самом деле и существует. А вот эта вот наша сегодняшняя действительность, которая дана нам в ощущениях, она просто исчезает. Ее нет. Она не должна куда-то умереть, возродиться, испариться. Она просто растаивает. Ее нет на самом деле. Потому что наши органы только начинают нам рисовать правильное пространство, правильную действительность. Вот такой нам надо представлять ее. Таким нам надо представлять настоящий мир. И для того, чтобы нас к этому подтолкнуть, для этого нам дается группа, учитель, человечество и вот эти все законы, по которым мы можем приблизиться к этому раскрытию правильного пространства и себя в нем. Это как упражнения, на которых мы с вами отрабатываем новую технику раскрытия, технику постижения. И тогда все, что написано у физиков, буквально мы ощущаем. Считается, что человек не может выйти или даже приблизиться к скорости света, потому что масса становится бесконечной, время нулем. Но на самом деле это очень просто. Потому что масса действительно исчезает, она обращается в желание, в одно большое единое желание, которое заполняет все. Вот до этого Эйнштейн не дошел. Он так хотел создать единую теорию, но не получилось. А у нас с вами оно практически получается. И оказывается, что как только мы все измеряем относительно наблюдателя, то что это он правильно сказал, то наблюдатель, если он меняется со свойства получения на свойства отдачи, он преодолевает этот барьер световой и спокойно существует далее. Потому что в другом свойстве, в том, в котором можно существовать выше скорости света. Вот выше скорости света или ниже скорости света зависит только от нашего свойства получать или отдавать. Переключение с одного восприятия получения, как сегодня, на получение ради отдачи, на свойства отдачи, в общем-то, мы можем произвести над собой очень легко. Нам надо единственное, что попросить об этом высший свет. Проблема чисто психологическая, как говорит Баля Сулам. Но попросить о свойстве отдачи нам очень тяжело. Мы не можем. Мы не можем. Оно противоположно нам. Мы не знаем, что это такое. Но как можно просить то, чего не знаешь, то, чего не хочешь? Значит, для этого нам дается группа. Я прихожу в группу, слышу от разных товарищей Отдача, отдача, надо соединяться вместе. Мы таким образом выйдем куда-то, чего-то добьемся. Если они мне, эти товарищи, объясняют все, пытаются втолкнуть это в меня, Я вижу, как они болеют этим, то я, поскольку я эгоист, тоже хочу. Знаете, как мы все от рекламы заражаемся? То я тоже хочу. И получается, что хотя я этого и не хочу, если вокруг меня все люди так говорят, Даже если они врут мне, я все равно начинаю этого хотеть. Все мы это знаем на себе. Так работает специально, так работает наша психология. Чтобы мы смогли захотеть того, что не хотим. Пожелать того, что не желаем. И тогда я начинаю просить, я тоже хочу отдачу. Я тоже хочу быть выше скорости света. Я тоже хочу быть выше себя. А как только я начинаю это просить, такое состояние называется ло-лишма. Ло-лиш-ма. То есть я прошу, в общем-то, не зная, что и от чего, и почему. Но я все-таки прошу. На меня уже воздействует высший свет. Только не прямо, явно, а окружающим своим свечением он на меня воздействует. Потому как я еще не на самом деле прошу. Не от себя лично, а взял от друзей. То есть, если мое желание не мое личное, я этого не хотел. Я был потребителем. А я получил это желание от окружения. Желание получил от окружения. То мое желание, оно не мое. Это плюс не мой. И поэтому свет на меня воздействует не прямой, не прямой, а окружающий. Вот так вот он на меня воздействует. И называется поэтому Ормакив. Окружающий свет. И он меня потихонечку ласкает. Он меня потихонечку меняет. Меняет, меняет. Я чувствую его приближение ко мне. Мне хорошо. Отдаление от него мне плохо. Вот эти наши подъемы и падения вот таким образом ощущаются. Он специально от меня отдаляется. Этот свет. И тогда мне плохо. Я в таком случае должен бежать в группу. И просить у них поддержки. Как только группа в ответ добавляет мне желание большое, так этот свет на меня начинает больше светить. И вот таким образом мы все время должны действовать. Пока он будет светить на меня и светить, и светить много времени. Это может занять несколько лет. Мы уже находимся в этом процессе давно. А те, кто недавно находятся все равно вместе с нами, могут пройти эти изменения. И когда этот свет кончает свое воздействие на нас, во мне возникает по-настоящему это желание на отдачу. Это он во мне делает. И я начинаю желать. Вот как только я начинаю желать отдавать, он таки входит в меня. Входит в меня. Я получаю раскрытие света в себе. Это раскрытие света в себе, оно ощущается как высший мир. Почему? Да потому что во мне существует, внутри меня существует, внутри меня существует 613 желаний, и каждый из них получает какую-то часть света. И как из точек, из пикселей на картинке монитора или телевизора складывается картинка. Когда-то было, по-моему, 680 строк в телевизоре. Я не помню сколько, я не знаю сколько сейчас там, или пикселей сколько. Ну, в общем, у нас она состоит, эта картинка из 613. И складывается из мозаики вот такая картинка. Меньше, больше, всевозможные тона, полутона. Не только цветовые, а световые, вкусовые. И все, во всех наших 5 органах чувств. Но эти 5 органов чувств, они называются Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. И складывается у нас картина. И любая эта картина, она состоит вот из этих вот десяти сферот. Вот и получили мы картину высшего мира. По законам природы, никакой мистики. Вызывая на себя индукцию, вот это вот воздействие высшего света. Мы таким образом в себе наводим как бы ток индукционный. Он воздействует, это свет окружающий Ормакив. Он в нас действует и постепенно, постепенно, постепенно меняет желание. И так на каждом уровне, если мы поднимаемся, допустим, с первого уровня постижения на второй уровень постижения. Это первая ступень, вот это вторая ступень. То подняться на вторую ступень, подняться на вторую ступень. То же самое я делаю. Никуда не денешься от группы. Даже ученики Раби Шимана на самых последних ступенях. То же самое. Должны были завидовать друг другу, ненавидеть друг друга, любить друг друга. И в соответствии с этим вызывать на себя высший свет. Опять-таки здесь я, и здесь окружение, группа. И я должен с окружением работать. Я на них, а не на меня. И в соответствии с тем, что я получаю от них, именно с тем желанием, которое я получаю от группы, я только с этим желанием могу обратиться к высшему свету. Высший свет в итоге воздействует на меня и поднимает меня на следующую ступень. Каждый раз одно и то же. Один и тот же принцип. Я группа. Получают группы желания. Обращаюсь к свету. Он мне эти желания исправляет. И вот так вот все время. Методика очень простая. Чистая физика. Ничего в ней нет. Всегда десять сферот. Всегда пять светов. И светов. И вот так мы делаем с вами. И каждый раз меняется, потрясающе меняется ощущение нового мира. Каждая ступень – это новый мир. То есть рисуется в нас новая картина. И законы меняются. Ну, в общем, это все нас ждет. А для того, чтобы нам к этому стремиться, для этого нужна группа, которая бы меня постоянно бы дразнила, раздражала. Которая бы постоянно вызывала бы мне зависть. Я смотрю на них, как они хотят, как они желают. Что с ними происходит. А со мной нет. И так далее. То есть я должен при этом все время получать от них новые и новые порции раздражения. Почему да, у них так, а я нет. И поэтому сказано в статьях Рабаша, что человек должен пригнуть себя перед группой. Ценить ее выше себя. Тогда он получит от нее большее воздействие. У него будет большая сила обращения к свету. Свет с большей интенсивностью на него подействует. Изменят в нем быстрее все его отрицательные качества на положительные. И он почувствует этот высший свет в себе. И так далее. Каждый раз одно и то же. Но картина меняется кардинально. Ну еще вопрос? Добрый вечер Раф, я получил несколько вопросов. Один из друзей помог мне сформулировать. Вы говорите о едином группе европейской группе, и вы говорите тоже о распространении на 99%. Есть два вида работы, работа внутри группы и работа в отношении 99%. И часто вот это вот смешение этих двух направлений создает сумбур, сумятицу. И из-за этого зачастую в группе возникают различные проблемы между членами группы. И сейчас вопрос заключается в том, как мы сможем делать все правильно, чтобы выходить из таких ситуаций. Каким образом работать с этими двумя направлениями в группе и сохранять группу в целостности? Все, что относится к свойству отдачи, к духовному свойству, противоположно нам. И поэтому напрямую, просто ясно, нами не воспринимается. Вы знаете, я уверен, что вы многие уже проходили такие состояния. Когда я учу, в группе участвую, там в каких-то мероприятиях, и потом вдруг, и мне в общем-то все ясно как-то относительно, и потом вдруг бум, какой-то блок. Я ничего не знаю, ничего не понимаю, все в глазах вот так вот. Тупой такой становлюсь, совершенно ничего не осознающий. И такой, вот такой вот, неделю хожу, или несколько дней. Бывает и больше. Это время, когда на нас действует высший свет. Да, вот так. А он в это время действует. И потом вдруг начинает все проясняться, вдруг становится все ясно, намного проще, чем это было раньше, намного яснее. И вдруг читаешь тоже текст, и начинаешь его глубже понимать, лучше понимать. Правда, такое бывает. Относительно духовного мира, относительно духовных законов, которых в нас нет, их свойств этих нет, нам надо подтягиваться к ним. Вот это время, когда вы находитесь в таком ступоре, это время, когда на вас воздействует высший свет, Ормакив, окружающий свет. И в это время вы меняетесь. В процессе изменений вы ничего не знаете, вы в таком тупом состоянии, как болван. а затем, когда этот свет кончил свое воздействие, вы как бы просыпаетесь, у вас появляется свет в глазах, вы начинаете понимать, все ясно, хорошо, и тогда вы начинаете все лучше видеть. То же самое у нас сейчас происходит, я чувствую это по всем группам, с виртуальным этим воспитанием и образованием. Оно не укладывается у нас еще. То, что мы должны как-то двигаться вперед, меняя себя, подставляя себя под воздействие света, это мы уже понимаем. А вот как делать с этим, как нам поступать с виртуальным воспитанием, как обращаться к 99% мы не знаем. Это процесс, который мы должны начать внутри себя ощущать. Он у нас уляжется постепенно. Мы еще будем об этом думать, говорить, и снова не будем ничего понимать. И еще раз, и еще раз. пройдет 2-3 месяца. Знаете, как ребенок растет, сколько ты его ждешь, пока он вырастет? 20 лет, пока вырастет. И то же самое здесь. Надо ждать. По нам сегодня проходят огромные изменения. Есть часть из них, которые проходят быстро, часть медленно. Я уверен, что вы в течение месяца-двух начнете ясно себе представлять, какой, где это виртуальное воспитание, а где группа с кабалой, как мы должны относиться ко всем остальным людям, 99%, как к нашим, как мы должны распространять кабалу, как мы должны распространять виртуальное образование. Все это уляжется. А сейчас нет. Кажется, простые вещи. О чем мы говорим такого сложного? Многие из нас кончали университеты, учились долго. Это не имеет никакого значения. Здесь никакой, никакие мозги не помогут. Здесь надо только лишь заниматься этим. Все равно продолжать заниматься и виртуальным воспитанием, и кабалой, и этими занятиями, и этими занятиями. У вас получится большой сумбур в голове, у вас будет большой балаган такой, а потом все начнет проясняться. Если вы хотите ускорить этот процесс, вы должны заниматься серьезно, и тем, и другим. Если вы не будете этим заниматься, это не установится. Вы не будете вызывать на себя окружающего света. Вот так. пытаться. Может быть, у вас нет возможности заниматься этим явно с людьми через интернет, в каких-то виртуальных сетях, блоге и так далее. Книгу хорошую какую-то перевести, что-то сделать, что-то издавать, а может быть, листовки. Но я считаю, что лучше всего интернет. Это бесплатно, и если вы придумаете что-то интересное, это миллионы людей могут видеть. Прошу. Добрый вечер, меня зовут Йорк, я из Бельгии. И у меня есть вопрос на тему изменения своего места жительства. Я родился в ГДР в 64-м году. И когда мне было 22 года, была эта железная стена, я выехал из ГДР и переехал в другую часть Германии. И уже как 10 лет я живу в Бельгии. Я уже 4 года изучаю Кабалу. И в Бельгии нет группы, которая занимается на голландском языке. в принципе вы говорите, что не следует менять место жительства. Если конечно есть какие-то специальные обстоятельства. Теперь я хотел бы узнать, следовало бы мне переехать обратно в Германию? В Лейпциг. Спасибо. Там вас ожидает группа. Еще вас. Вы еще и русский учили в ГДР. Вас ожидает группа в Лейпциге? в Лейпциг. Нет, 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 нет. Я надеюсь, что познакомился с одним новым студентом из Лейпцига. Есть там группа или только один студент? Есть там группа или только Нет, еще нет. Я не знаю, я не могу вам советовать. Если уже переезжать, то туда, где есть группа. Серьезная группа, познакомьтесь с ней заранее, посмотрите, подходит ли вам это место, есть ли работа и так далее. В общем, надо решить все проблемы, но желательно переезжать в то место, где есть группа. Желательно. Иначе в Ост-Энде есть но тоже нет группы. Но в Ост-Энде, это где он живет, в Бельгии, там тоже нет группы. Да, переезжать, надо какие-то основания для того, чтобы переезжать, а то менять просто место на место. надо все-таки переезжать там, где есть группа. Ну, желательно большая. Прошу. Добрый вечер, раб. Мой друг не смог приехать в Конгресс, но он прислал вопрос. Почему мы начинаем любить других только тогда, когда вкладываем их? Когда? Только тогда, когда вкладываем их. Вкладываем в их. Какие у человека механизмы срабатывают? Спасибо. Мы любим только себя. Вы согласны? Ну, что-то я не слышу. Так вот, это не секрет. Мы любим только самих себя. Никого другого, самых близких людей. Никого, только себя. Когда мы можем любить что-то вне себя или кого-то вне себя? Если мы вкладываем в это вне себя самих себя. Если мать не ухаживает за ребенком, она его не любит. А если ей дадут чужого ребенка, и она будет постоянно, постоянно, постоянно за ним ухаживать, его растить, он будет вместе с ней, это будет как ее. Потому что она вкладывает саму себя в него. То же самое да с чем угодно. Художник со своей картиной, неважно с чем. Если я вкладываю свой труд, свое желание, свое усердие во что-то, в той мере, в которую я вкладываюсь, этот объект становится мне дорог, потому что в нем находится моя часть. Я сам в ней нахожусь, в этом объекте. Поэтому, когда мы вкладываем в группу много, 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 на протяжении многих лет, то она становится нам близкой, родной. Мы не можем просто так ее оставить, если на самом деле вкладываемся. Поэтому есть такое указание, что ты должен обязательно все время, все время работать на товарищей. Тогда ты начнешь чувствовать, что они тебе близки, и это даст тебе возможность почувствовать их желание. я. А как мы уже давно говорили с вами, уже наверное 10 минут назад, именно те желания, которые я получаю от группы, я обращаю к высшему свету. И тогда он на меня начинает светить. Со своим желанием мне к нему нечего обращаться, ничего не получится. Поэтому мы столько стараемся и зря. а если мы обратимся к группе и возьмем групповые желания и обратим их к свету, сразу же все получится. Вот попробуйте. Поэтому надо вкладывать в группу. И тогда она станет дорогой и мы быстро почувствуем высший мир. Прошу. Добрый вечер. Глеб Питер. Раф, проясните пожалуйста такой вопрос. такой момент. Сегодня я услышал от вас что в Израиле кому нужна кабала тот ее найдет просто потому что в Израиле все уже наводнено материалом. С другой стороны неделю назад я от вас на уроке слышал что ранее вы думали что к 99% нужно выходить с интегральным испытанием образованием вы выразили сомнение что вам кажется что все таки нужно кабалу прямым прямым образом выкладывать на столу у меня остается неясность в группах где мало ресурсов ограниченные возможности и при этом на таком-то языке допустим на финском скажем я с филе не связан да очень мало материала существует кабалистического все-таки нужно переориентироваться на интегральное образование или нужно еще немножко усилий приложить и продолжить распространять кабалу я вас очень прошу и вообще обращаюсь сейчас ко всем нашим группам вы должны четко понимать кому я в данный момент обращаюсь когда я даю утренние уроки передо мной сидят мои ученики местные я им говорю предполагая обычно на наши местные условия и ни в коем случае так просто на другие группы переходить при этом нельзя мы находимся в особых условиях в особой стране и там может быть то что пригодно там непригодно у вас в Израиле я поэтому и сказал нам не надо больше распространять кабалу в принципе потому что у нас есть два телеканала вы понимаете мы распространяем газету вот сейчас выпустили газету мы проводим конгрессы а нас знают мы настолько пропиарились через все мы выпустили где-то около 25 миллионов газет экземпляров газет 25 миллионов вы понимаете как на 5 миллионов населения 25 миллионов экземпляров газет то есть мы и то встречаются люди которые о нас не слышали но это редко а вообще все знают и все слышат то есть нам не на и причем в интернете книги у нас существует в 20 городах группы каждая группа это 15 20 а то и 30 а то и 50 человек вы видите их здесь то есть любой человек если он захочет найти кабалу в Израиле он найдет это мы сделали за последние несколько лет сейчас наша проблема это распространение виртуального образования и мы это делаем и виртуально и то есть в интернете и физически огромное количество лекторов готовится воспитателей которые этим занимаются в мире сегодня надо делать и то и другое и кабалу отдельно распространять и виртуальное образование в принципе потребность есть в виртуальном образовании а не в кабале потому что людям плохо они чувствуют кризис они не знают что делать когда-то они думали что он пройдет я говорил об этом уже много лет назад о том что кризис будет надо мной смеялись настолько что я сидел на телевидении с лауреатом Нобелевской премии по экономике и он говорит о чем ты говоришь какой кризис через год бабахнуло понимаете то есть не то что я злорадствую я просто говорю они не понимают в чем проблема и сейчас я говорю не сейчас я уже давно говорю кризис не пройдет у него есть особая задача это кризис не не финансовый это кризис нашего взаимоотношения с высшим миром которому мы противоположны давайте начнем объединяться не будем противоположны и тогда постепенно он начнет исчезать но он начнет исчезать потому что мы начнем себя изменять нашу систему экономическую финансовую социальную и так далее но для этого нужно интегральное воспитание и образование образование это имеется ввиду объяснять законы виртуальные ну это не виртуальные допустим объяснять законы следующей природы интегральной природы а воспитание это образование а воспитание это устраивать вот такие семинары как мы делаем. Сейчас выходит книга по семинарам, первая книга, и будут так все семинары, в том числе и нашего конгресса, тоже туда войдут. И по этим книгам вы сможете работать и делать сами семинары. А можете и сами их изобретать. Миру надо это, именно интегральное образование и воспитание. Я понимаю, что для вас важнее кабала, и вам кажется, что это в первую очередь. Но если мы не будем заниматься тем, что надо миру, мы ничего не получим. Потому что как здесь вот я рисовал человек, вот этот вот человек, вот этот вот человек, относительно группы, относительно группы, мира, так и мы, как вот этот вот человек, относительно всего мира, мы имеется в виду группа наша, весь мировой Бнайбарух, как один человек, относительно всего остального человечества. И поэтому нам надо обязательно этим заниматься. Мы не привлечем на себя окружающий свет, если не будем этим заниматься. В этом я вас убеждаю. Для того, чтобы вы продвинулись вперед. Следующий вопрос. А что там, женщины сидят? Another question about the dissemination to 99%, should we completely disconnect or uncouple the dissemination to the 99% from organization Bnei Baruch? Стоит ли нам полностью отсоединить это направление от Bnei Baruch-Kabala? Establish a non-profit organization in Europe? То есть установить это не правительственную организацию? Where the only link, actually, with Bnei Baruch is the students who are working in this non-profit organization are studying Kabala with Bnei Baruch. Вы должны полностью отключиться от Bnei Baruch-Kabala, создать совершенно как бы новую организацию, которая ни к коим образом не занимается Kabalой и не имеет ни к ней никакого отношения, которая распространяет методику интегрального образования и воспитания. Добрый вечер, у меня вопрос по внутренней работе. В восприятии реальности мы существуем уже объединенные. Мы прилагаем усилия к объединению. Как лучше это совместить в моей внутренней работе? Что мне лучше, уцепиться за тот факт, что мы где-то соединены уже, или же... Вы должны представлять себя полностью соединенные с другими, в одно целое, и таким жить, таким образом жить. Спасибо. И второй вопрос, как избежать формального отношения к работе в группе? Не знаю, какое может быть формальное отношение. Надо заставлять себя, а потом придет и другое. Прошу. Я хотел бы спросить о верности. Как нам с этого момента и далее остаться верными к самому главному? В любых ситуациях вспоминать объединение между нами. И для этого мы должны напоминать друг другу об этом. Группа должна постоянно напоминать всем ее членам. Это и называется поручительство. Мы должны создать такую систему, которая бы нам постоянно напоминала. Иначе мы будем каждую секунду забывать. Читать несколько раз в день какие-то отрывки, говорить, думать, слушать песни, заниматься. В общем, делать все, что можно для того, чтобы в этом жить. Одновременно с этим работая, существуя в семье и так далее. А вот внутри тебя, чтобы жило вот это вот дело. Прошу. Спасибо. Добрый вечер, Рав. Добрый вечер всем остальным. У меня такой вопрос. Три раза в неделю я занимаюсь с детьми по полчаса в одной группе. Два раза в неделю занимаюсь с детьми по полчаса в другой группе. Мы играем в объединение. Мы играем в то, что мы любим друг друга. Мы объединяемся, им это очень нравится. Когда я начинаю занятия с другой темы, они мне все кричат. Мы любовь. Мы не сказали друг другу, что мы любим. Но через два года они уйдут от меня. А с какими сердцами они уйдут? Не будет ли им больно от того, что они уйдут в тот мир, где их не очень любят? Вы не волнуйтесь. Человек, который получает интегральное воспитание, ему будет намного легче в мире. Нам кажется, что нам надо готовить детей к нашему миру, чтобы они были жестокими, чтобы они были готовы ко всяким проблемам. Не надо этого. Наоборот. Такие люди больше всего и страдают. Если человек мягко относится ко всему, он с помощью высшего света создает вокруг себя безопасную оболочку. Прошу. Здравствуйте. Как нам следует обходиться с этой присытостью, с тем, что мы постоянно довольны? Это проблема. То есть сытость этого мира закрывает от вас высший мир. Вы не чувствуете. Вы не чувствуете, что в нем есть потребность. Настолько вас убивает эта бюргерская жизнь. Я понимаю. Я понимаю. Эта группа должна развить в вас ощущение никчемности такого существования. Вы должны это получить от группы. Вы должны это получить от группы. Все мы существуем в теле, который имеет какой-то срок жизни. В общем, человек должен об этом думать. Он должен себя всячески раздражать. Выводить из равновесия. Для этого и существует группа. Так что вам необходимо внешнее воздействие. Приезжайте к нам. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу очень коротко сказать несколько слов о самом дорогом для меня человеке. Вы, наверное, догадались о ком? О себе. Ну-ну. Мы вам верим. У меня по ходу семинара возник вопрос, который меня мучает. И я поняла, что не только меня. Вот мы на своих семинарах много говорили о любви. И даже во время еды пили за любовь, которая спасет мир. А вот вы часто говорите, в том числе эти великие каббалисты, они друг друга ненавидели. И мне страшно. И что же надо пить за ненависть? И неужели это всем суждено? Я отвечу. Успокойте меня. Да. Я постараюсь. Для того, чтобы почувствовать ненависть, для этого надо очень сильно любить. Стремиться к любви. Мы сегодня с вами об этом говорили, дорогая моя, на утреннем уроке. В статье «Нет никого, кроме него». Мы говорили об этом на всех наших последних занятиях в течение двух-трех месяцев. Я гоню один и тот же материал. То есть, что все к лучшему и всякие плохие события, которые с нами случаются, они только для того, чтобы мы над ними возвысились. Если мы хотим двигаться вперед, нам надо двигаться к любви. Вот я сейчас двигаюсь с любовью к кому-то, а в итоге почувствую от него ко мне взаимную ненависть. И вот над этой... Ну, моя любовь, она такая. Только для того, чтобы якобы показать формально. А ненависть, она настоящая. Не верите? Увидите. Да. Настоящая. Вот над этой ненавистью я начинаю просить, я начинаю просить высший свет, чтобы он мне над этой ненавистью выстроил настоящую любовь. Это называется любовь покрывает любые грехи, любую ненависть. Вот эта вот ненависть внутренняя называется горой Синай. Сина – это ненависть. Вот это вот, когда достигаешь огромной полной ненависти, тогда это называется гора Синай. А любовь, которую вот здесь вот я обретаю, вот эта, это уже настоящая любовь. Вот таким образом мы идем вперед. А как бы сразу вот в эту настоящую любовь без ненависти? А вы стремитесь только к любви. А что будет по дороге, не имеет значения. А ненависть будет возникать только для того, чтобы вы над ней приподнялись еще больше любили. Зато она будет расти ваша любовь, благодаря тому, что под ней постоянно будет расти ненависть. А иначе быть не может. Наш мир создан, высший мир, он создан из двух противоположных свойств, которые объединяются в одно целое. Прошу. Здравствуйте, Рав. Я хочу спросить это. Иногда Борэ дает нам высокие страны, или персоналы, или группы. И я хочу знать, как использовать эти страны лучше, для того, чтобы они преимущества в мире, для других, и не только для себя хорошо. Элизабетта из Италии спрашивает. Бывает, творец дает такие состояния высокие, продвинутые, возвышенные, когда мы работаем в группе. Как можно использовать эти состояния для продвижения, мирового продвижения, продвижения 99%? Думать об этом. Вообще все решается в мыслях. Наши мысли – это самые великие силы мира. Мысль – это, если она только имеет правильное направление, она еще входит в вектор, в соединение со светом – это то, что может менять мир. Свет светит на нас окружающим светом, а мы нашим вектором направления из этого окружающего света делаем свет направленный. Вот как светит просто вот такой вот свет. А если мы зажигаем какой-то фонарь, прожектор, он светит направленно. Так вот, представьте себе, что это мы можем сделать с помощью нашей мысли. Если вы будете думать о ком-то, о чем-то во время ваших добрых мыслей, правильного состояния, то вы увидите, как вы будете таким образом лечить, исправлять, улучшать. Все получится. Рав, вчера на уроке, на трапезе вы говорили, что наши требования к творчеству должны быть так сильными, что он не может остановиться, чтобы не дать нам. Творец не мог устоять перед этим. И мой вопрос, на какое сильное должно быть мое желание, требование, чтобы достичь этого состояния. Желание должно быть такое, как будто вы просите о спасении, то есть хорошее желание, сильное желание. Оно не должно быть такое, что вы просто разрываетесь и теряете рассудок. Но оно должно быть правильным. То есть сильным желанием в кабале подразумевается желание точное, точное, острое. Совместить свои желания с желанием творца. Вот это его желание, это мое. Вот как совместить в одно целое. Как только совмещаешь ты, ты попадаешь в огромную сильную струю, и все делает выше свет. Главное, это может быть желанием маленького ребенка. Главное, точно его направить, чтобы оно было на связь с другими, на раскрытие творца. Для того, чтобы попытаться обнаружить в этом его радость. Это называется отдачей. И как мы сейчас сделаем сейчас? Как можно сделать сейчас? Да. Сделайте сейчас. Все мы вместе. Давайте возьмемся внутренне за руки, а потом еще теснее, еще теснее, с сердцами, примкнем друг к другу. Попытайтесь так, как будто ваши сердца соприкасаются. Соприкасаются вместе. Вот просто само сердце, нету тел, а только сердца соприкасаются вместе, еще теснее, еще теснее и начинают вместе биться. И вся ваша мысль, она становится только одной. Чтобы вот в этом вот одном сердце почувствовать Творца. Я думаю, это возможно. Надо делать такие упражнения. И у вас получится. Прошу, мадам. Здравствуйте. Кусе. Я вернулся из-за того же вопроса, но я буду сделать это более очевидно сейчас, потому что если я и моя группа не получаем очевидную ответственность на этот вопрос, мы не можем сделать очень хорошую работу, когда мы вернем домой. Половина, половина из людей в моей группе принимает наркотики, и они создают обоюдно плохое окружение. И никто из нашей группы, ни мужчина, ни женщина, не знает, как с этим бороться. Пожалуйста, помогите. У нас такие же проблемы есть еще во многих группах, к сожалению, в российских группах. Я об этом знаю, но я, как правило, об этом ничего не говорил. Это проблема большая вообще сегодня в мире. Решения этому нет. Только лишь в последствии, когда человек начнет, если он не отключится и начнет ощущать высший свет, это даст ему силы отключиться от наркотиков. А так это очень сложно. Это большая проблема. Смотря какие наркотики. Если это связано только лишь с курением, то это успокоительное действие, это не отключение. Это одно. Если это серьезный дракс, то тогда это уже другое. Но, в принципе, это проблема. Как ее искоренить, я не представляю возможным. Не знаю. В каждой группе, у каждого, в каждом случае это может быть по-разному. Может быть, запретить. Может быть, сказать человеку, что мы тебя исключаем из группы, пока ты не избавишься от этого. Но я не думаю, что это поможет. Если человек очень сильно внутри, то вряд ли поможет что-то. Если не очень, тогда пробуйте действовать вот такими маленькими методами. Это настолько непростое вообще состояние, что я не могу здесь что-то сказать определенное, что делать. Проблема мировая. Сожалею. Да. Тогда какое полчаса мы делаем распространение, если сами не можем решить такие проблемы? Я не могу так критически относиться к людям, как вы. Они слабые. Они маленькие эгоисты. Как и мы все. На каждого можно надавить и сделать с него что угодно. Если человек это желание насладиться, это вся его суть, природа, то ты можешь давлением на него сделать все, что хочешь. Все, что угодно. Поэтому надо понимать его природу. И понимать, что только высший свет может его изменить. Полицейскими методами здесь мало что сделаешь. Воздействие группы, когда его будут просить, будут, будут, наоборот, его привлекать, обнимать, когда он почувствует, что в нем нуждаются, что он делает этим, доставляет ему большие страдания своими поступками, это его может удержать. Любовью. А не полицейскими методами. В это я верю больше. Саша, Рига, Латвия. Мы все, цель наша построить большую мировую семью, и как ступени это построение европейской семьи большой, русскоязычной окли. И вот в связи с этим вопрос, есть такой регион Прибалтика, который бывшее СССР, так скажем, а сейчас оно вроде как пытается стать европейской. Здесь есть проблема. Литва, она более сильная группа, она еще как-то действительно к Европе может быть легче присоединяться. А вот Латвия и Эстония, у нас не хватает сил, наверное, чтобы определиться, вот как нам лучше, эффективнее работать. Или нам все-таки больше примыкать к русскоязычному, или чтобы вместе потом объединяться с Европой, или все-таки к Европе. Как, чтобы посоветовать ему? На сегодняшний день, если вы хотите серьезную поддержку, то вам лучше иметь связь с русскоязычным клеем. Но и вообще, там серьезные есть ребята, группы, и там есть очень много материала. И язык для вас, в общем-то, тоже, в общем, знаком. Но именно благодаря тому, что у вас есть еще и русский язык, и вы все-таки являетесь Европой, то вам хорошо бы брать все, что можно оттуда, с востока, и нести на запад. Только бы силы набраться такое, да? И еще раз, можно еще вопрос по предыдущему руку, который я не успел задать. Я, как ученик, вот занимаюсь, владеваю специальностью воспитатель, и могу ли я, имею ли моральное право, идти к 99%, не построив интегральное общество в своей семье? Можете. Могу. Это вам поможет. Ясно. Спасибо большое. Раф, вы ставите очень четкий фокус на интегральное воспитание. В Израиле наши товарищи уже давно этим занимаются, они делают прекрасные ТВ-Передачи. И есть очень много материала на еврейском. Но практически нету ничего на английском. И кажется, что в Израиле вы фокусируетесь только на Израиле, но тем не менее не принимаете во внимание Европу или Америку. А что нам надо делать, чтобы принимать во внимание Европу или Америку? Это вопрос. Как нам стоит работать вместе с Израилем, если вот эта совместная работа фактически не функционирует? А что значит совместная работа? Нам нужен материал на английском языке, которого очень-очень мало. У нас существует всего один человек, который переводит на английский язык. Хаймрадз. У нас нет больше людей. И он все время работает на переводах. Все время. Я ничего не могу другого сделать. Дайте нам еще людей, которые смогут переводить. У нас нет больше людей. Мы не можем найти. Если бы появились еще такие люди, которые бы захотели быть переводчиками с еврита на английский, то тогда бы это было бы намного все проще. Норма троцал Усифмашу. Кен? Азбой Тосифе. В английском. Но вопрос в том, мало ли финансов, чтобы нанять переводчиков, или вообще нет переводчиков? В английском. Нет, нет. В английском. Нет, в английском. Нет, в английском. В английском. Мы имеем группы переводчиков, из евро до английского. И вы можете contactать в группе Нью-Йорк. Они сейчас организуют все эти контенты. И вы можете также contactать Якуб Савал. Я транслирую всю информацию, которую мы имеем в департаменте, к европейским. У нас есть команда переводчиков, которые переводят с евро на английский. И лучше, наверное, будет садиться с ними, чтобы поговорить по этим вопросам, и они вам помогут. Я думаю, что нам надо искать еще людей, которые могут переводить. Проблема в том, что мы не можем найти пока качественных переводчиков. Оказывается, что переводы, которые они делают, ну, они не хорошие. Наш, единственный, этот главный переводчик, он их бракует и переводит все заново. Для него исправлять неправильный перевод, нечеткий, хуже, чем писать заново. Так что нужны переводчики, которые бы учились и нормально могли бы переводить. У нас на всю Европу только один Координатор, это Яков Саваль. Мы хотели бы больше совместной работы с Израилем, чтобы наши люди, которые в Бне-Барухе сидят, ihre Augen auch öffнят и нам информацию до外ны. Чтобы наши товарищи, которые сидят в Бне-Барухе, они также посылали информацию наружу. Если вы захотите, с вами будет так работать. А если вы не хотите, с вами работать не будут. Это зависит от вас. Вы знаете прекрасный Мин-Барух, вы знаете все, что у нас происходит. Вы можете требовать и получится, если вы будете требовать. Вы знаете, к кому обращаться, вы знаете всех наших людей. Вы работаете с нами уже много лет. И если такое происходит, это значит, вы по-другому не настроены. Это то, что я чувствую. Не может быть, чтобы были четкие требования, буквально серьезные, и чтобы мы остались к нему равнодушными. Не может быть такого. Если кто-то требует, то он получает. Это зависит только от вас. Если только это не касается чего-то вот такого профессионального, как... Есть только один переводчик, к сожалению. И остальные все негодятся, как бы. Приезжайте, налаживайте контакты, пишите, требуйте. Вы знаете, что можно обратиться не к одному человеку, а к неским, к руководителю предприятия, ко мне, к Якову Сабалю, еще там к Шимону Кармону, к Моше Адмоне. Вы знаете этих всех людей, знаете еще многих. Есть к кому обращаться, есть чего, как добиваться. Хотите, получится. Я не верю в то, что не получается. Хорошо. Добрый вечер, дорогой Раф. Меня многие знают здесь, как Хайнца, который высылает, как почтальон, он высылает книги по Кабале, здесь по Германии. И у него вопрос про восприятие реальности. Небольшая овертюра. Сегодня он стоял на стенде с книгами, были продажи, и поэтому пришел чуть-чуть позже, чем все остальные. И, как я встал в этот раз, в первый раз, там сидит 4-5 Нуквас. И, как я смотрел, и смотрелся на ручку, с 7 или 8. Когда он вошел, он увидел, было там два стола. За одним столом сидело четыре женщины, за другим столом сидело восемь женщин. И потом он понял, что это были женщины из Италии, немцы, не немцы, он не говорит по-английски, не понимает. Какое имеет отношение это все к восприятию реальности? Что это имеет отношение к реализации реальности? Сейчас будет вопрос. И получилось так, что я просто не мог вести беседу, потому что я не понимал языка. Я подумал, стоит ли пересесть, но решил, нет, оставайся на этом месте. Может быть, он задаст вопрос. Может быть, конкретные вопросы, что ли? Без женщин там и столов, всего этого. И я настолько принял свой эгоизм и сказал, нет, ты остаешься на этом месте и ты подойдешь к каждому товарищу, несмотря на то, что ты его не понимаешь. И я понял, что это возможно, к этому подготовиться. Что можно себя настолько аннулировать и почувствовать вот эту вот нехватку. И в конечном итоге я испытал огромное счастье. Он möchte diese Freude auch моим итальянским Freunden рüberbringen. И это счастье я хотел бы передать, эту радость я хотел бы передать также нашим итальянским товарищам. И так же всем остальным, которые находятся здесь. И всех подбодрить, сказать, что это реально восприятие других, и для меня это было восприятие реальности. Спасибо. Раф, у меня тоже вопрос о восприятии реальности. Нет, 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 уходи, уходи, давай другим. Ну что, какие там реальности? Конкретные вопросы кратко, я прошу. Он короткий. Нет, нет, никаких реальностей. Реальность это реальность, не восприятие. Прошу. Добрый вечер, Раф. У меня такой вопрос до этого задавал. Вопрос. Как группе обратиться о помощи к другой группе? И немножко могли бы ли вы расширить эту тему, чтобы... Я считаю, что если вы будете обращаться с просьбой, с требованием, к одной группе, ко второй, к третьей, к нам, вас услышат и вами начнут заниматься. Начнут заниматься. Вы увидите, попробуйте. Окей, второй вопрос у меня еще есть. И кроме того, организуйте между собой один общий центр. Это не должен быть физический центр. Это может быть в Ановере, в Берлине, в Вене, в Будапеште, в Вильнюсе, в Париже, в Леоне, неважно где. Организуйте вот так вот, вот этот центр ваш. Пять человек, десять, пятнадцать, которые занимаются всеми вами. И живут в разных странах. От каждой страны по представителю. Организуйте вот такую команду, которая будет заниматься всеми вами. Которая будет в курсе всех дел. Которая будет между собой связана. Эта команда. Это будет ваш центр. Пускай откроют сайт. Общий европейский. Сайт. Там будут все новости ваши. Все проблемы. Все вопросы. И ответы на них. Вы будете в курсе того, что происходит. Вы будете связаны между собой. Выставляйте там ваши материалы. Чтобы другие могли их перевести, адаптировать к себе, использовать. И так далее. Это действует такая штука. Может, я говорю о том, что уже работает. Если нет, сделайте. Вот тогда вы сможете обращаться к кому-то, к кому обращаться. Сделайте такую группу, к которой вы сможете обращаться. Которая будет именно вашим центром. Могла ли бы она называться как общая групповая комиссия по Европе? Да, да, да. Конечно. Объединенная Европа. У меня второй еще короткий вопрос. Как впечатляться хорошим и качеством, товарищ? Потому что покритиковать, как бы палец рот не кладить. Как хорошим и качеством впечатляться? И какое бы упражнение вы посоветовали? А говорить хорошо. То есть, неважно, где говорить. Просто цель себе поставить, говорить хорошо. Да. Представь себе. Как только вы начнете приближаться к духовному, первый признак приближения к духовному, это когда вы начнете видеть своих товарищей хорошими, красивыми, добрыми, улыбающимися, внутренне наполненными. И вы вдруг начнете видеть их совершенно другими. А может ли мне помочь в этом стыд, что я что-то не докладываю, ощущая стыд, что я что-то не додаю в этом направлении? Ничего подобного. Нет, нет. Все изменится. Свет все меняет. Увидите всех их умными. Знаете, Бали Сулам пишет об этом раскрытие и раскрытие лика Творца. Он об этом пишет. То есть мне стоит почитать, наверное, да, еще раз? Ну да, почитайте. Хорошо, спасибо. А женщины выглядят все красивыми, молодыми. Это само собой. Так далее. Я не смеюсь, так я вижу. Я чувствую. Спасибо. Я чувствую. Это моя первая конверсия ever. И я здесь прописанно, из-за удивительности. Серьезно. Но, здесь сегодня, я чувствую специальный любовь. Да, я чувствую любовь, и я вижу unity. И все, что мы говорим, это любовь, unity, любить друг друга. Я не вижу ничего плохого или плохого. Но моя вопроса, почему так много подписчиков, так много негативных, плохих подписчиков на YouTube, Google, на социальных сетях, о том... Я чувствовал здесь, на конгрессе, какое-то чувство любви, даже транслянное чувство вечности. И у меня вот тогда вопрос, почему есть какие-то негативные комментарии, посты в Google, в интернете? Я думаю, что много негативных, но негативных, как Кабала, Кабала, это Кабала, это Кабала, это Кабала, это Кабала. Прошу. Добрый вечер, Раф. Я Елизабет из Австрии. Добрый вечер, Раф. У меня вопрос касательно распространения 99%. Мы говорим о том, что нужно разделять, необходимо разделять распространение по Кабале и 99%, но часто бывает так, что люди спрашивают, откуда приходит источник того, что мы говорим, 99%? Источник нашего распространения интегрального образования и воспитания – это сама природа. Существует в интернете огромное количество материалов, которыми вы можете пользоваться, не наших, которые об этом говорят. Мир интегральный, взаимосвязанный, все, что существует в природе, действует на основании закона равновесия, законоподобия. Это все физические законы, и если мы это применяем к человеческому обществу, вы можете войти в социологию и это узнать, то и в человеческом обществе, в социуме действуют те же физические законы, что и среди материальных тел. То есть это законоподобия, законосоответствия, законосближения или отдаления в соответствии со свойствами и так далее. И поэтому мы сегодня, когда нам раскрывается интегральный мир, аналоговый мир, это аналоговая система, то нам надо быть взаимосвязанными, потому что когда в аналоговой системе все ее элементы взаимосвязаны, сегодня это раскрывают и политики, и финансисты, и экономисты, что весь мир взаимосвязан. Социологи об этом говорят уже несколько десятков лет. Аффект бабочки и так далее. То есть мы не говорим ничего такого, чего нету вообще в книгах. Мы не берем это из кабалы. Мы когда приходим к 99%, мы им объясняем все простыми словами. И берем это все из того, что доступно всем. Мы просто это обобщаем и преподносим их к им, как уже законченную картину, из которой ясно, что если мы между собой будем хорошо соединены, как в аналоговой системе, в интегральной системе единой природы, то тогда мы будем уравновешены со всей страной природы, и на человеческое общество будет воздействовать положительные силы. Вот то, что мы говорим. Ничего не говорим против кого-то. Мы за то, чтобы соединились люди между собой, чтобы взаимно, активно действовали. Так что в итоге сама по себе методика не может иметь никаких противников. Вот и все. Существует огромное количество материалов по объединению, что она дает, каким образом поднимает качество. Ну, то есть, мне даже, я даже не могу. Зайдите на наш сайт, увидите, что происходит. Причем там есть готовые лекции, там есть готовые материалы. Может, их тоже надо перевести на немецкий язык? Я не знаю. Но все, что вы спрашиваете, уже давно нами отработано. Да, но они рано или поздно дружат, что это исходит из Кабалы. Да, но они рано или поздно дружат, что это исходит из Кабалы. То, что мы говорим, для 99% там нет ничего из Кабалы. Там есть только из науки. Окей, thank you. Спасибо. Вы говорите на английском, вы владеете английским тоже? Может, на немецком нет материалов этих, я не знаю. Но все эти материалы, в общем, имеются. Прошу. Добрый вечер, Раф, добрый вечер, Великли. Добрый вечер, Раф, добрый вечер, Великли. Я зовут Смирна, я живу из Остерии. Я живу в Боснии, я из Сараево. Это Смирна, сейчас она живет в Австрии. Вообще она из Сараево, поэтому большой привет Сараевскому Кли тоже. Но она занимается в Виртуальной Группе Арвуд. И у нее есть два вопроса. Не два вопроса, а два дела. Первое дело, это вся Виртуальная Группа Арвуд 100% находится здесь. Они поставили себе цель быть на этом Конгрессе, их 12 человек, и они все здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе дело касается той темы, которой вы сегодня коснулись. Это три Фазы объединения. Вы сказали, что мы находимся на второй стадии. Это говорит о том, что мы еще примкнулись к этому миру. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Третья стадия – это абсолютное совершенство, к которому мы приходим и раскрываем там себя в полном единении со светом, полностью наполненными светом. Нет разницы мужчин и женщин, и вообще никаких мужчин и женщин нет, имеется в виду душа, одна единая душа. Все наши желания, которые вот здесь вот, вот их всякие эти разломанные, разбитые, они все соединяются вместе, в одно единое целое. Вот это третья стадия. И поэтому вместо того маленького света, который мы здесь ощущаем, вот каждый нас ощущает вот этот свет, это свет жизни. Это вот моя жизнь. Сколько я живу, на это есть всего лишь один грамм света. Свет жизни. Всего лишь один грамм мне выдан, и я живу. Вот это вся моя жизнь. А в итоге нашего слияния всех вместе, когда мы переходим в третью стадию, то каждый из нас ощущает общую жизнь, называемую Наранхай. Это бесконечный свет. И по объему, и по силе, и по времени. Никаких здесь женщин, мужчин, ничего нет. Это слияние сердец, слияние желаний. Все наши физические параметры остаются в этом мире. Ничего в духовном от нашего физического тела нет. Есть только желания. А желания, они находятся в теле. И сегодня тоже ваши желания в вашем теле не находятся. Всем привет. Субтитры создавал. Спасибо. Субтитры создавал. Субтитры создавал DimaTorzok. момент, в котором мы говорим, окей, не сегодня, но лучше сегодня. Кто такое говорит, я не знаю. Я вообще не понимаю, что... Все мы хотим сейчас перейти Максов. Никто не собирается задерживаться в этом мире. Мы все только и занимаемся тем, чтобы выяснить, чего нам еще не хватает для того, чтобы его перескочить. Прошу. I have two questions. One is... Should we... Our next step is to build this website for for the European group? For the European group? I have two questions. First, on the website, which we must build for the European group. We need lots of manpower to that. We are already in the process of building a manpower team. But also, according to the destination, should we try to make content which touch up every field, like health care, like schools, like family, like whatever. And I know that in this European CLI, it's lots of professionals in this different area. Can we use these sources to create the proper material to give to the 99? I think I can't answer these questions. I can't answer I need to sit and not to anyone else do brainstorming and seriously think about how to all to this European site, how to include and so on. This is not это не сейчас решается. Я думаю, что когда вы между собой решите эти задачи, то тогда у вас появится решение. Я в этом не специалист. Но могу принять в этом участие, если захотите. Прошу. Ну? Здравствуйте, Раф. Мы друзья с Балкан. Здравствуйте, Раф. Мы друзья с Балкан. И есть вопрос, как мы и как это выглядит, как это выглядит, как это является правильным статем между мужчиной и женщиной в группе. И у нас вопрос касательно каково состояние совершенства отношений между мужчинами и женщинами. Индогрупп. В группе. Мы стремимся объединить наши желания к Творцу. Никакие другие. Самое лучшее, если мы не замечаем тело. не имеет значения с кем имеешь дело, с женщиной или с мужчиной. Если это мешает, то надо как-то пытаться, чтобы это не мешало. в общем, это все, я бы сказал. Потому что женские желания и мужские желания в духовном, они существуют в каждом из нас. И в каждом из нас происходит их... есть получающие желания, желания отдающие. Желания отдающие называются, как Галь-Галь-Тайнаем, желания получающие, Ахаб. То есть в духовном мире все срабатывает не в соответствии с нашим миром в телах. И поэтому там соединяются желания. Желания к Творцу. Только лишь желания к Творцу, а не какие-то другие. Все остальные желания, они эгоистические. Поэтому в духовном их не существует. Если человек хочет съесть два обеда подряд, пожалуйста, пускай ест. Это не мешает для его духовного продвижения. Если ему нравится какая-то девушка, ну так нравится, это тоже не мешает для духовного продвижения. В общем, главное его основное желание, куда оно направлено. Если к Творцу, то тогда все остальное прилагается. отношения в группе между мужчинами и женщинами надо регулировать так, чтобы это ни в коем случае не помешало духовному продвижению. Вот и все. Thank you. Есть очень много нюансов в этом. Я не могу все это обрисовывать. Если конкретно существует вопрос, то я смогу, может быть, на него конкретно ответить. Я вижу какие-то различные телесные выражения. Допустим, я как мужчина могу обнять своего друга, сейчас обнимаю, но в моем мозгу я не могу как бы это выстроить правильно. По поводу отношений женщин. Надо с женщинами строить отношения так, чтобы они не мешали духовному продвижению. И чтобы не путалось у вас духовное и физическое. духовное и физическое и физическое. Вот и все. Окей, thank you. Еще молодые ребята. Планируется ли проведение женского европейского конгресса в Европе? Женский европейский конгресс возможен. Если соберутся женщины, их будет достаточное количество, то с удовольствием приеду. Я хочу сказать, что группа Чехии имеет огромное желание провести этот конгресс. Собирайте людей. Хорошо, спасибо. Алекс. Раф, у меня вопрос на тему выстроения европейского лернцентра. лернцентра. Может ли этот проект обхватить всю Европу или это слишком большая такая бюрократическая волокита и те страны, в которых уже есть лернцентр, стоит ли им дальше заниматься? Я не знаю. Я не могу этого сказать. Лернцентр у нас существует в Вене, да? Есть еще центры? Лернцентры другие? Я не знаю. Может быть, им стоит объединиться, чтобы иметь такую сеть между собой, чтобы они были связаны, чтобы могли совместно работать. Я не знаю, как это сделать. Я не в курсе. Не могу сказать. Попробуйте сначала поговорить друг с другом, решить, какие проблемы есть у вас, и что появится, что будет лучше, если вы объединитесь или каждый в своей стране будет отвечать за свою страну на своем языке, а между собой вы будете передавать материалы, вы будете работать по одной системе. Есть лернцентры, которые я знаю, в Германии, Италии, Швейдии, Кроизии, и, наверное, в других странах. И, если бы, если бы вы разговаривали, то бы, мы бы действительно научились с другими. Алекс перечислил страны, где есть эти лернцентры. Это Германия, это Швеция, в Хорватии есть, Швеция я назвал уже, еще несколько стран, и было бы неплохо, если бы у нас обмен информацией шел. Но это вы договоритесь между собой. Я думаю, что в каждой стране должен быть лернцентр на ее языке. и все вместе между собой должны объединиться в такой штаб, который был бы как бы общим центром. Я так считаю, что должно быть. По крайней мере, это в соответствии со структурой правильной духовного мира в том числе. И в нашем мире так все делается. Надо объединяться, потому что материал перевести с другого языка это не проблема. А если материал готов уже, то это очень легко таким образом обогащаться за счет других. Я вам это очень советую. Ну, и последний вопрос. Там, да? Дарав, как мы к этому структуре, не только для учебного лернцентра, но и европейского? Как как вчера вопрос о Вадат Ревра в Европе, на стабселе по оборудованию? Как как мы сейчас , пока мы вместе , с другим, мы вместе и , в конкурсе подготовку мы работали в различных teams вместе. Но как мы это с проектами после этого конкурса? Как мы к этому стабселе можем? Как можно построить такой европейский штаб? Потому что сейчас мы находимся вместе, завтра мы разъедемся и может получиться так, что будем снова работать в разных группах с разными проектами? Как мы можем сейчас построить такой европейский штаб? есть кто-то кто может взять на себя эту работу? Кто вы считаете может ее выполнить? Будет руководителем, организатором всех лернин центров? нет такого человека кто? Не понял Авито я а вот но она может она может вот возьмите соберитесь Вито соберите их все вместе всех руководителей Австрия Германия Швеция еще кто? Хорватия там где есть и вообще где нету соберитесь каждая страна должна организовать у себя лернин центр на своем языке и начинайте работать создавайте в каждой стране лернин центр создавайте ваш общий такой контрпункт и и начинайте работать обмениваться материалом у нас его полно надо переводить его на все языки у вас будет папка с материалами начнете рассылку по интернету везде блог и так далее вы увидите вот она идет ну прошу спасибо за что 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 слышали я обращаюсь к организаторам чтобы они выделили какое-то место и время завтра чтобы я представила схему действий скажу подождите 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 иди сюда В котором часу вы хотите завтра встретиться? Конкретно надо, иначе ничего не будет. Я готова уже сегодня. Алекс, вы хотите сегодня после этого, мы сейчас заканчиваем, еще на 10 минут задержаться с ней? Ну? Да, хорошо. Все. Кончили на этом? Ну? Песня. Песня. Ой. Can we have a song, please? Song? Good one. Good one. Can we have a powerful, nice song? Ну, быстро спрашивайте. How can I be an example for the group? Как я могу быть примером для группы? Надо просто быть им, и все. Вот я с сегодняшнего дня становлюсь примером для группы. Как я всем улыбаюсь, люблю, помогаю, напоминаю о важности цели и так далее. Я выполняю то, что написано в статях Арабаша о группе. Вот и все. Там написано что-то, что надо делать. Хорошо? Ну, что она не может спросить еще? Давайте вас. Ну? Спрашивайте пока. Раф, со вчерашнего дня у меня чисто женский вопрос. Со вчерашнего дня у меня сверлит мозг, потому что вы сказали, что мы уже вот-вот приходим к рождению, к рождению, вот я не знаю кого, этой группы, или этого парцува, или этого адама, но я чувствую, что я совершенно неисправлена. Я такой эгоист еще больше, чем было в начале. Я ненавижу всех. Я страшный эгоист. Вот это и хорошая подготовка к тому, чтобы... Но дело в том, что сегодня вы показали нам эти две системы, так, которые не складываются. Получается, что я не даю возможности делать этот пазл. Да, все зависит от вас. Все зависит от меня. Все мы уже вот-вот должны войти в исправление, а вы нам мешаете. А я вас не пускаю. Теперь я хочу спросить. Так вот, вы собираемся родить парцув, или адамчика, или кого? И мы должны этого... Кого мы ждем? Обрезанного? Вас мы ждем. Вы неисправны. И все. Давайте песню. Все, спасибо. 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 . Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok